В понедельник 12 декабря на Бегамских островах был арестован бывший генеральный директор биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид. Его обвиняют в заговоре и организации мошеннических схем на сумму более 32 миллиардов долларов, что считается одной из самых масштабных махинаций в истории США, из-за чего кудрявому светит около 150 лет тюремного срока. Можно подумать, что Сэма посадят, про биржу FTX забудут, а CZ продолжит захватывать рынок с помощью Binance, но нет. Арест Бэнкмана-Фрида изменит криптоиндустрию до и после краха FTX. Ведь как только Сэм учуял запах сырой тюремной камеры, начала всплывать самая грязная информация, после которой я был в шоке, насколько продажной является финансовая система США. Когда кудрявый Сэм осознал, в каком положении находится, он выложил на стол всё. Как он сотрудничал с председателем всех, чтобы тот дал ему бумажку о регулировании, миллионные взятки правительственным партиям для закрытия глаз на работу биржи и полное отсутствие финансового контроля FTX. Если кудрявого Сэма действительно посадят, а я уверен, власти США сделают всё, чтобы он оказался за решёткой, это станет практически первым случаем, когда организатор такого скама понесёт ответственность. Сейчас все боятся, что это событие станет новой эрой для будущего регулирования крипты и всё, что с ней связано. Поэтому в этом ролике мы разберём самые свежие новости биржи FTX, чем закончился первый суд банкмана Фрида, как директор SEC участвовал в махинациях Сэма, сколько взяток получило правительство США за своё молчание и как это событие изменит рынок криптовалюты. Обязательно смотрите видео до конца и перед просмотром поддержите его лайком, ведь ваша поддержка мотивирует нас выпускать ролики чаще и интересней. Заранее каждому спасибо, мы начинаем. Всем привет, меня зовут Влад и вы на канале Коэн 22. Поскольку сейчас практически каждый час появляется новая информация касательно судьбы кудрявого Сэма и рынка крипты, советую вам перейти в наш телеграм-канал по ссылке в описании, ведь там мы 24 на 7 на связи и публикуем для вас только самые актуальные и свежие новости из мира крипты, на которых вы можете зарабатывать. Что ж, в понедельник в различных СМИ появилась информация, что основатель FTX Сэм Бэтменфрид наконец-то был арестован после того, как прокурор Дэмиэл Уильямс поделился обвинительным заключением с правительством Багамских островов. И стоит отметить, что его арест является первым конкретным шагом регулирующих органов по привлечению лиц к ответственности за многомиллиардный крах FTX. А уже во вторник всё тот же прокурор Дэмиэл Уильямс на пресс-конференции объявил аж целых 8 пунктов, по которым обвиняют кудрявого. И он назвал это одним из крупнейших мошенничеств в американской истории, из-за чего Сэму грозит пожизненное заключение без какого-либо права на освобождение. Эти обвинения находятся перед вами. Можете поставить на паузу и ознакомиться с ними поближе. В каждом из них есть мошенничество, заговор, отмывание денег и так далее. Согласно обвинительному заключению, Бэтменфрид обманул клиентов FTX, незаконно присвоил их депозиты и использовал эти депозиты для оплаты расходов и долгов собственного крипто-хедж-фонда Alameda Research. Министерство юстиции хочет, чтобы у Бэтмена Фрида конфисковали любое имущество, полученное в результате этих преступлений. Но, честно говоря, для Кудрявого лучше будет отдать все свои машины, дома и остальные вещи, чем до конца своих дней получать не самые сытные обеды по расписанию. Также, помимо уголовных обвинений, во вторник СЕК подала гражданскую жалобу на Бэтмена Фрида, утверждая, что Кудрявый участвовал в схеме обмана инвесторов FTX. В заявлении говорится, что Бэтменфрид привлек более 1,8 миллиарда долларов от инвесторов и что без их ведома организовал массовое многолетнее мошенничество, отвлекая миллиарды долларов средств клиентов торговой платформы для личной выгоды, чтобы помочь развивать свою криптоимперию. Правда, в СЕК работают те еще жуки, о которых я расскажу чуть позже. Обвинения могут посадить Бэтмена Фрида в тюрьму на десятилетия, сообщили эксперты по правовым вопросам СНБС. Но прежде чем он отправится за решетку, прокуроры США должны обеспечить экстрадицию с Багамских островов обратно в Нью-Йорк. Это процесс передачи обвиняемого. И один бывший федеральный прокурор сказал, что весь этот судебный процесс может затянуться на долгие годы. Тем не менее, во вторник уже начались первые судебные слушания. Только из-за того, что СЭМ находится на Багамах, судебный процесс разделился на две части. Первая проходит на островах, где Кудрявый со своим адвокатом пытаются добиться положительного результата. А вторая проходит в Америке, где новый директор Джон Рэй расхлебывает эту заваренную кашу. В суде на Багамских островах на заседании присутствовали только СЭМ, его родители и адвокат. На протяжении всего слушания адвокат СЭМа пытался добиться освобождения под залог 250 тысяч долларов и получения браслета на ногу. Деньги для Кудрявого, конечно же, не проблема, но судья сразу ему отказал. После чего СЭМ обнял своих родителей, когда судья сказал, что его риск полета слишком велик, и приказал отправить его в единственную, далеко не самую уютную тюрьму Багамских островов, аж до 8 февраля. И теперь нашему Кудрявому другу придется проводить свои зимние каникулы именно там. Думаю, за это время СЭМ осознает, что это была худшая ошибка в его жизни. Про заседание в суде на Багамах я вам рассказал, а теперь давайте разберем, что происходило на слушании в Конгрессе США. Как мы рассказывали еще в прошлых роликах про FTX, после отставки Бэтмена Фрида, новым директором был назначен Джон Рэй. И на данный момент именно он отвечает за все махинации биржи. Так вот, во вторник Рэй успел выступить на 4-часовом слушании в Конгрессе США. Рэй утверждал, что Бэтмена Фрид перевел миллиарды долларов и средств клиентов FTX в свой хедж-фонд Alameda Research. В своих заявлениях Рэй сказал, что проблемы биржи начались за месяцы, если не за годы до того, как 11 ноября она объявила о банкротстве. Рэй добавил, что его команда смогла обеспечить активы на сумму более 1 миллиарда долларов, но он не сказал, как много времени может понадобиться, чтобы восстановить больше средств. Тем не менее, на слушании были и те, кто выступал за Бэтмена Фрида. Например, самым ярким из всех отметился Кевин О'Лири. Он раскритиковал биржу Binance и заявил, что она намеренно вызвала крах FTX. Выступая на слушаниях, знаменитый бизнесмен также сказал, что сейчас Binance является крупной нерегулируемой монополией. Хотя стоит напомнить, что еще в начале краха FTX Кевин заявил, что инвестировал в биржу Сэма около 15 миллионов долларов. И максимально странно выглядит ситуация, когда уже доказано, что FTX воровала деньги клиентов, выступать в ее защиту и при этом критиковать Binance. Сизи мужик с характером, поэтому сразу в жесткой форме ответил на такие заявления, написав, что Кевин лжец и он дает кучу бессмысленных заявлений. В них нет смысла, в них нет никакой логики. Мне кажется, что Кевин, скорее всего, получил далеко не маленький конверт от Кудрявого. Просто его логику реально не понять. Напишите в комментариях, как вы думаете, зачем он защищает FTX. Первое слушание закончилось во вторник, а второе должно было пройти вчера. И теперь, когда вы понимаете, в каком состоянии находится это расследование, давайте я вас ознакомлю с большим количеством показаний и грязных фактов, которые нам поведал Кудрявый Сэм. Ведь вы должны понимать, что на протяжении долгого периода времени FTX не могла спокойно воровать миллиарды долларов, чтобы об этом не знали власти или управляющие органы США. Во-первых, появилась информация, что председатель Сек Генслер знал о мошенничестве FTX. Это заявил конгрессмен Том Эммер, который в своем твиттере написал, что Гэри Генслер знал, что FTX с самого начала была мошеннической, и за это он будет привлечен к ответственности. Кстати, кто не знал, именно Генслер занимается делом Сек против Рипл. Также сообщается, что Гэри Генслер встречался с Кудрявым Сэмом ранее в марте. Конгрессмен заявил, что встреча была сосредоточена на привлечении председателя Сек к поддержке FTX. Том Эммер сказал, что его офис докопается до сути отношений Генслера и FTX. Он добавил, что в доступных ему отчетах утверждается, что Генслер работал над тем, чтобы помочь FTX получить регулирующую лицензию США. Понятное дело, за отдельную плату. Эммер обвинил Герри Генслера и Сэма Бэтмена Фрида в крахе FTX. После таких заявлений я был в шоке, что в США, которая является примером для многих стран, такие проблемы с коррупцией. И теперь оказывается, что любая биржа, компания или какая-то другая организация может покупать регулирующие органы и спокойно развивать свою мошенническую империю. Да что уж там говорить про регуляторов, если кудрявому удалось купить даже правительственные партии, ведь Бэтмена Фрида обвиняют в незаконном спонсорстве промежуточных выборов 2022 года. Бэтмен Фрид заработал десятки миллионов долларов в виде незаконных взносов на предвыборную кампанию кандидатам от демократов, республиканцев и избирательным комитетам, сказал Дэмиан Уильямс. По словам Уильямса, пожертвования были замаскированы, чтобы это выглядело, как будто они поступают от богатых людей, когда на самом деле все взносы финансировались частным крипто-хедж-фондом Alameda Research, используя украденные деньги клиентов. И все эти грязные деньги были использованы для покупки двухпартийного влияния и влияния на государственную политику в Вашингтоне. Согласно отчетам Федеральной избирательной комиссии, Бэтмен Фрид потратил не менее 70 миллионов долларов на кампании 2022 года. Бэтмен Фрид часто проводил конференции на Багамах, на которые приезжали бывшие политики, такие как Тони Блэр и Билл Клинтон, поскольку он заработал репутацию, особенно среди демократов, которых он публично спонсировал в последнее время. Таким образом, кудрявый Сэм смог большими мешками денег закрыть глаза правительственным партиям, чтобы они меньше задавали ему вопросов и не вмешивались в его работу. Но, как показывает практика, такие схемы недолговечные и правда всегда всплывают наверх. Помните, вначале я говорил, что арест Сэма полностью изменит крипту? На самом деле, это так и есть. Ведь теперь, когда власти впервые взяли за расследование такого сложного дела, они обязаны довести его до конца и поставить точку. А как вы понимаете, точкой станет только полноценное регулирование. FTX навсегда останется примером для будущих разбирательств, которые 100% будут. Поскольку банкротство этой биржи показало, как чуть ли не в открытую можно вести такую грязную игру, подкупая власти и регулирующие органы наподобие сек. На данный момент, когда доверие инвесторов к рынку крипты держится на добром слове, это окажет только еще более негативное влияние. Ведь чем больше мы будем узнавать подобной грязной информации, становиться будет только хуже. И вопрос о регулировании становится все ближе. Поэтому, почему бы нам не снять видео о будущем регулировании крипты и как это отразится на ценных монет? Если желаете увидеть подобный ролик, набираем как можно больше лайков. Вчера должно было состояться второе слушание по делу Кудрява Сэма. Только на момент записи этого видео никакой информации предоставлено не было. Но не переживайте, вся актуальная информация есть в нашем телеграм-канале. Так что не забывайте подписываться. Ну и конечно же жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. И напишите в комментариях, как вы думаете, заслуженно ли Сэм отправился за решетку или нет. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. До скорых встреч.